Всем привет, с вами Егор Ярушин. В пятницу, 21 мая, у группы Little Big вышел новый сингл под названием We Are Little Big. Главным образом он заинтересовал слушателей своей непохожестью на то, к чему мы привыкли со времен, собственно, скибиди и прочих больших, крупных синглов группы. Совершенно не похоже на вот этот вот какой-то детский, я думаю, что вы понимаете, о чем я, материал. Сегодня мы поговорим об этом треке, изменениях в звучании и возможных причинах, собственно, этих изменений. Кстати, как вы знаете, в прошлом году группа Little Big должна была выступать на Евровидении за Россию. В итоге они не поехали, но от Финляндии поехала группа, которая называет себя пост-хардкором. Если вам интересно, чтобы я обсудил эту тему и поговорил вообще на тему этой группы, давайте наберем 2000 лайков под этим видосом, а также напишем там 300 комментариев для того, чтобы я увидел ваш интерес. Итак, действительно, услышать весьма панковый и даже хардкорный трек от Little Big было, мягко говоря, не самой ожидаемой вещью. Несмотря на то, что три из четырех нынешних участников группы имеют бэкграунд в так называемой альтернативной музыке, Антон и Сергей играют помимо группы Little Big в группе Gen Air, а Ильич ранее играл в группе Tencore. Однако не в любви к року, а точнее не только в ней, кроется, по моему скромному мнению, причина столь стремительных изменений в звуке группы. Дальше, да, пойдет исключительно мое мнение, поэтому, если что, прошу камнями не кидаться. Я думаю, что фишка, которая столь классно работала со Скибиди, Уно, Фарадензой, медленно, но верно начала изживать себя. Как ни крути, а вот простые мелодии, цветастые запоминающиеся клипы. Все это рано или поздно наскучивает даже детям, особенно с тем, как быстро сейчас эти самые дети и растут. Индикатором моей возможной правоты может послужить, например, разница в количестве просмотров. У тех треков, упомянутые мною ранее, и более новых. Не поймите мне неправильно, 91, 69 или даже 16 миллионов просмотров, это очень много и это очень круто, но это не 500 миллионов и даже не 200. И я думаю, ребята, как отличные маркетологи, которыми они, безусловно, являются, поняли, что нужен инфоповод для того, чтобы как-то освежить имидж коллектива. То, что они выбрали ради освежения имиджа именно панк или хардкор, это уже семантика, это просто был их личный выбор, потому что, ну не знаю, это шокирует. Или, может, не знаю, фараон в том твите был прав, и теперь все, насмотревшись на него, начнут носить кожу и играть рок. Но то, что показалось странным лично мне, это удивительное сходство нового трека Little Big и очень олдовый классического трека группы Hatebreed под названием I Will Be Heard. Неужели ребята подумали, что раз треку 20 лет, то никто не заметит того, что это чрезвычайно похоже и это просто сойдет им с рук? Нет, конечно, защитники Little Big могут сказать, что весь панк или хардкор, он весь на одних ходах и он весь звучит очень одинаково и похож между собой. Но даже невооруженным ухом слышно сходство и в ритмическом рисунке, и в ходах. И с этим спорить просто абсолютно невозможно, с этим будет спорить только глухой или глупый человек. Что касается там партии ударных, она, например, вообще абсолютно идентична. Как будто они просто взяли файл Guitar Pro, I Will Be Heard группы Hatebreed и, не знаю, вы экспортировали только ударные и потом чуть-чуть поменяли гитары при записи. Половина же песни начинается в такой типичной и более привычной для группы рейв, про него я ничего говорить не буду, рейв и рейв, и я, в принципе, рейвом особо на этом канале не занимаюсь и в обычной жизни его, собственно, не слушаю. Поэтому я не знаю, что сказать, получится ли у ребят трюк с привлечением новой аудитории и освежением своего имиджа, я не знаю, пока что сказать сложно, нужна более длинная дистанция для того, чтобы на это посмотреть. Однако просмотры за три дня, конечно, весьма скромны, что касается Little Big, миллион сто, по-моему, они набрали. Конечно, для любой другой группы это были бы фантастические цифры, но для группы, которая настолько популярна, как они, настолько они просто всегда поражают всех своими цифрами, это, конечно, совершенно не то. А с вами был Егор Ирушин, вот такой вот короткий ролик, опять же, если вам интересен ролик про Евровидение, а точнее финских и, может быть, итальянских ребят, давайте поставим этому ролику столько лайков, сколько я просил, сколько две тысячи я просил, да? Напишем 300 комментариев, подписывайтесь на канал, если не подписаны или успели отписаться, главное, пишите свое мнение, что вы думаете по поводу этого трека, его сходства с Hatebreed. Я желаю вам приятного дня, вечера или когда вы там это смотрите. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok